Ну что, друзьяшечки мои, сколько там? Воси 7,58. Да, работа осталась совсем немножечко. Проведите с нами еще 23 минуты. С нами это с Валерием Скосырским, с Юной Бухаевой, с Юной Бухаевой и Алиной Немсараевой, нашим гостем сегодняшний. Привет! Доброе утро! Алина Немсараева. Вы такое прекрасное чудо у нас сегодня в студии. Замечательная певица. Да. А, значит, и руководитель студии. Как называется Алина Студия? Студия называется студия эстрад джазового вокала, школа эстрадного мастерства. Все приходите. Не просто учитель пения, короче, а вот... Именно руководитель. То есть, если вы... У нас, получается, в твоей студии есть еще несколько преподавателей. Ну, конечно, у меня есть преподаватель по актерскому мастерству, по ораторскому искусству, то есть он преподает риторику, сценическую речь и по акробатике пластики. Это все певцу надо, да? Жены или вау! Конечно, конечно, обязательно. Хорошие преподаватели по актерскому мастеру слову. Ой-ой-ой, здорово. Алина, ну мы сегодня говорим о том, что можно ли научиться петь человеку, который никогда в жизни не пел. Вот мне 29, и я вот хочу... Не надо вот этих путемешек с вами. Мне 27, и я хочу научиться петь. Реально или нереально? Вот, говорит честно. Честно, да. Ну, на самом деле, Валера, если говорить про тебя, то ты, конечно, петь умеешь, не будем мы это скрывать, мы знаем небольшие секретики. Ну, а вообще, всем телезрителям я бы хотела сказать, что с интернета, вот, когда вы скачиваете какие-то распевки или берете какую-то информацию, наверное, она не может быть достоверной, все-таки нужен преподаватель. Старайтесь обязательно, если вы что-то скачали, обязательно изучить это очень хорошо, и с кем-то посоветоваться. И самый лучший способ, если вы хотите в домашних условиях как-то, ну, растянуть связочки и попеть, это, конечно, пение с закрытым ртом. Постоянное пение с закрытым ртом, потому что связки это те же мышцы, они... Ну, в этом случае с Союзной Буховиной как раз то, что надо. Запомните, связки это те же мышцы, они, как бы, им свойственно растягиваться, и их нужно всегда держать в тонусе, вот как вот в тренажерный зал уже ты ходишь, Валерий? Да. Чтобы себя поддерживать в форме. Также и голос нужно обязательно поддерживать. Послушай, пожалуйста, звонок наших телезрителей, может, тебе понравится, вместе с нами выберешь победителя. Доброе утро! Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите же, как же зовут-то вас? Даша. Даша. А сколько вам лет? Верни. А по голосу и не скажешь. Даша, вы нам подготовили песню? Да. Как приятно. Давайте, начинайте. Перед полем тихими теплыми вечера, и покрытый вожжною сон тишиной, у вчерашних мальчиков гимнахнёркин новые, и письмо от мамы с тобой. Здесь все ночко легло, и вся одинокая, и покрытый вожжною сон тишиной. Здесь вперед белые травы высокие, враг не должен дальше пойти. М-а-ла-дец! Спасибо вам, да! Слушай, Даша, 14 лет, а такой голос. Маленько, маленько там, ну маленько, ну нормально. Спасибо, да. Нет, там, в общем, не то, что так, хух, это утро просто. Ну, это утро, да, вот надо, поэтому... Даша супер, и песня хорошая. А мы что, объявили, что военные песни? Нет, видимо, все пели к военному параду. Да, можно и военные, друзья, можно любые песни, звоните, мы с удовольствием пели. Ну вот о чем говорила наша гостья Алина, то есть перед тем, как петь, нужно все-таки размять свои мышцы голоса, точнее, свой голос, да? Да, и дорогие друзья, телезрители, всем-всем-всем вам говорю, обязательно, пожалуйста, распевайтесь, даже если вы не профессионалы, если вот сегодня, Саюночка, ты резко решишь с подружками пойти в караоке, пожалуйста, распойся, потому что есть вероятность сорвать голос, и это очень страшно, обязательно распевайтесь, всегда всем говорю. Поэтому либо распивайся, либо распивайся. Нет, 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 нет. Друзья, переливаемся на следующую рубрику. Это ролик к тему, и там такое чудо-животное, которое не хуже людей поет, и вы сейчас увидите, на самом деле. Да ладно, животное? Давайте посмотрим. Друзья, переливаемся на следующую рубрику. Подписывайтесь. Любим попугай. И у нас еще один претендент на получение нашей фирменной кружки с утренней песней. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Вы в эфире? Здравствуйте. Здравствуйте, ну как вас зовут-то хотя бы? Алтана. Алтана, какое красивое имя. Золото. Золото, да? Я так и думал. Алтаночка, золото, какую песенку ты нам подготовила? Ну, военную. Давай военную. Мы с удовольствием послушаем военную песню. Поехали. Мы рождены лишь, чтоб сказку сделать будем, преодолеть пространство и простор. Нам разуздал стальные руки-крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше, стремим мы больной наш эскиз. И в каждом профиле дышит, спокойствие нашим гонит. Молодец какая-то. Скажи, кто научил тебя этой песне? А мы в школе учили. В школе учили? Скажи своему преподавателю по музыке, что она большой молодец. От меня лично. От Валерия Скорбцева. Ей привет. Молодец, большое спасибо. Оставь свой номер телефона. Если, значит, типа, мы тебе позвоним. А если вдруг не перезвоним, то ты все равно большая молодец. Это про военную песню, да? Это про военную песню. И выше, и выше. Омоему, она была чуть-чуть раньше написана, но поют к параду. Но Алина сказала умница, значит. Алина, знаешь что? Алина, знаешь что? Научи-ка нас спеть, Алина. Ты готовы, да? Да, я так раздохнула. У нас сжатые сроки, поэтому, конечно, давайте вставать сразу. До конца эфира Алина должна научить меня петь. Так что давайте. Вставайте вот. Испродюсировать. Да, вот так чуть-чуть подальше, да. Самое главное – это стоечка, правильная стоечка, то есть ножки на ширине плечи обязательно. Плечики попробуйте одеть на спинку, да, чтобы удобно было. То есть открытой грудью, да? Ну, просто скажи, грудь вперед. Нет, не напрягая грудь, конечно, да-да-да, ручки расслаблены у нас, ничего не напряжено, ножки тоже расслаблены. То есть смотри, когда, значит, я объявляю, поет, Алина нам скажет, ты вот такая выходишь, грудь, да? Ну, стоечка, конечно, обязательно. Ручку положите на прессу, когда у меня есть у кого-то в последнее время потерялся. Ну, ничего, это же как-то. Золотой петель. Опора – это самое важное для певца, для актера, для ведущего, ну, вообще для многих творческих специальностей это очень важно. То есть дышим всегда носиком, всегда вдох, причем плечи никогда у нас не поднимаются, запомните телезрители обязательно. Дышим носиком, выдыхаем ртом, то есть звук у нас идет через рот и на зубки обязательно, да? А, то есть на зубки, да. Носиком всегда дышим, то есть вдыхаем, да, вот опора у нас диафрагмочка, опора. Вдохнули, плечики не поднимаются. Нет. Выдохнули. Дышать мы сейчас с вами не будем, это долгое достаточно упражнение. Да, и первое упражнение, которое мы сделаем, это называется обезьянки. Это чтобы разжать все-все-все мышцы, поднять наше телезрительное настроение, нужно будет просто покорчить смешные рожицы. Сдеваются надо. Любые. На камере, да, чтобы все-все-все мышцы лица у нас заработали. Смотрим на меня. Можно сейчас снимать валюту. Курочки, 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 от всей силы, что Паш, прям сводила. Ты слышишь, что они живут? Курочки. Смотрите на меня. Обезьянка называется. Да. Одеваем губки на зубы. Губки одеваем на зубы. Это, подожди, это уточки вот эти, селфи делали? Нет, 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 губки на зубы. Смотри внимательно. Вытягивай губки, да, и одевай. Зачем тянешь вперед? Ты что делаешь? Я только как Танюшуковского. У меня одевай губки. Теперь смотрите, жали кулачок, представьте, что это большое-большое яблоко. Мы, конечно, его в рот не засовываем. Я могу постараться. Сначала вдоль, потом поперек. Давай. Открываем широку ротик. Ага. И вот так вот. Ты еще раз. У меня этот не другой не проходит. Я все жду, когда она пить. Не издевается. Ну, если ты правильно не будешь открывать рот, то хороший звук у тебя никогда не падет. И опора достаточно обратно. Хороший звук на любой звук. Любой, Алина. Это бывает, что очень многие поют или разговаривают с зажатыми губами. Есть такой номер. Некрасивый смотрит или, например, поют в нос, на, или разговаривают в нос. Такие тоже есть люди. Хорошо. И если вы правильно отдышать не будете и разминаться, то эти ошибки неизбежны. И музыку в студию. Ты... Какую музыку? Расслевочку, конечно. У нас есть музыка? Неожиданно. Расслевочка. Да, да, да. Мы готовились. Ух ты. Чуть-чуть погромче. Вместе со мной. Еще. Зубки разжаты, губы сжаты. Не могу. Не хочу позаливаться. Опора, дыхание. Все. Ну ладно, собственно, молодцы. Как это волнуется? Я еще выше, молодой. Семь, долго вас мучить не буду. На самом деле, распевка должна занимать не менее 40 минут всегда, если правильно, профессионально распевка. И после этого идти в крыло? Только после... Нет, я имею в виду для профессиональных артистов или для людей, которые хотят научиться этого петь у педагога. Слушай, ну мы распелись, может быть... Споем, да. Может быть, что-нибудь споем. Давай. Прямо сейчас? Слушай, а давай... Слушай, а давай... Сначала он тоже за кружку поборется. Вдруг она тоже... А он тоже может выиграет? Нет, а мы сейчас будем петь, да? Да, мы сейчас будем петь. А можно, я буду в них конкурса? Нет? Конечно, это не конкурса. Вы видели, как Алина все-таки преподает, как она учит, как она нас держит, да? Так как Валера она держала кулачком, правильно? Ну, а сейчас Валера, Алина, группа Алила. Лера? Группа Губы. Группа Губы. Участвует прямо у нас в куле. Группа имени Татьяны Шелковникова, да. Раз, два, три. Алина, группа ВК. Прошло только раз, в году бывает май, за бледную зарю ненастного дня. Кого угодно ты на свете обвиняй, но только не меня, прошу, не меня. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, Валера. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Придумана не мной, что мчится день за днем, то радость, то печаль кому донеся. А мир устроен так, что все возможно в нем, но после ничего их справить нельзя. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Всем привет, друзья! Друзья, спасибо, у нас была в студии Алина Намсараева. А прямо сейчас у нас появляется «Минута из жизни» главы Республики Бурятия Вячеслава Владимировича Накаринцева. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова